всем привет добро пожаловать в горячий летний выпуск о бюджетных жемчужинах моей косметички да сегодня не просто находки и аналоги а то чем я реально пользуюсь и очень крутые прям достойные замены более дорогим средствам ну что не затягиваю у нас сегодня есть что обсудить у меня для вас куча куча полезной информации поэтому поехали самое свежее я надеюсь что эта коллекция уже доехала на полке ваших магазинов потому что сейчас так как никогда актуально кстати я проверяла на мейкапе эти новинки уже есть это лимитированная коллекция от марки ламель которая называется sun wave я обожаю летние лимитки потому что часто в них такие простые очень быстрые понятные в использовании интуитивные даже можно сказать средства именно такими оказались тональные которые представлены в двух оттенках и они называют этот тон дышащим я полностью с этим согласна это как ваша кожа только лучше также здесь присутствует высокий фактор защиты от солнца spf 30 пи 3 плюс а то есть это действительно достойный вариант на лето и тонирующий эффект и плюс защита от солнца вообще мне такое нравится поэтому я сразу принялась за тестирование эти средства сейчас поселились моей такой повседневной косметички он дает легкое покрытие с возможностью наслаивания то есть если в каких-то местах вам недостаточно покрытия то можете его добавить и он хорошо растушевывается очень пластичный у него кремообразная но не слишком плотная текстура то есть хорошо все распределяется можете использовать пальцы которые всегда под рукой вам не нужны дополнительные приспособления даже как-то неразумно расходовать его нанося спонжем поэтому просто пальчиками все хорошо подстраивается и под текстуру кожи потому что он не подчеркивает не шелушение не какие-то там несовершенства вот есть увлажняющие тональные которые как нанесешь все так как-то некрасиво блестит наоборот очень сильно видны поры здесь такой ситуации нет если хотите можете зафиксировать его при помощи прозрачной пудры на мне он прилично держится и также хочется отметить оттенки более светлый подходил мне до того как я начала загорать и когда я не использую автозагары и также более загорелый но без эффекта апельсина он такой человеческий очень приятный и вообще оба хорошо подстраиваются под оттенок кожи а за spf 30 отдельное спасибо я всегда за такого плана средства и более светлый оттенок сегодня на мне также в этой летней коллекции sun wave есть увлажняющие сыворотки с эффектом праймера все они на основе гиалуроновой кислоты и направлены на увлажнение и я очень люблю использовать именно такого плана средства под тон особенно когда например вечером я использовала какие-то кислоты какие-то очищающие маски и днем хочется больше какой-то защиты какого-то восстановления какого-то увлажнения но и тогда тон наносится лучше и вообще если у вас сухая кожа то вот такие средства вам всегда помощь это беленькая пожалуй самая универсальная она просто с гиалуроновой кислотой направлена на увлажнение и мне очень нравятся флакончики они такие супер стильные между прочим все три это матовое стекло такими средствами приятно пользоваться выглядит далеко не бюджетно и к ним даже более охотно тянется рука вот это такая легкая по своей текстуре и мне кажется что на каждом типе кожи она хорошо себя проявит бирюзовая с витамином c пахнет такими сочными цитрусовыми и она и увлажняет и придает коже сияние кстати она уже не прозрачная с каким-то таким жемчужным оттенком который вот не особо виден на коже когда ты распределяешь эту сыворотку но свечение присутствует и то чем я пользовалась чаще всего это вот такая розовенькая с питательным эффектом гиалуроновая сыворотка праймер с экстрактом ягод коджи с одной стороны она прозрачная а со второй как бы присмотришься и виден такой розовый голографический перелив и жемчужный оттенок присутствует в общем сыворотка со спецэффектами и такого плана средства во-первых хорошо подготавливают кожу к нанесению макияжа они как бы дают лучше сцепление тонального крема с нашей кожей то есть макияж красивее выглядит в течение дня и лучше держится я на себе это не раз отмечала и когда я вижу что мне недостаточно увлажнения в тоне и хочется еще какой-то защитной функции чтобы лицо не теряла собственную влагу я наношу вот такого плана средства еще одна находка из этой коллекции это масло для тела с шиммером я уже успела им попользоваться когда погода нам позволяла я наносила его на ноги и надевала короткие шорты во-первых любая кожа смотрится красивее когда она напитана когда она ухоженная и это не супер жирное масло но оно действительно хорошо убирает сухость и это не такие блесточки которые видны за километр и здесь вот умеренное количество да и также мне нравится аромат это бомбическая душка настоящего отпуска она буквально переносит нас на побережье пахнет кокосами ананасами ножки с этим средством получаются ого-го мне это средство очень понравилось можете наносить его хоть на все тело там на декольте куда угодно и также на фотографиях красиво потом все смотрится дальше у нас с вами аналог диоровского лип максимайзера и по моим ощущениям эти средства еще и лучше ухаживают за губами речь идет о вот таких бальзамо-блесках от марки everline и я сейчас вам поближе покажу мне кажется комментарии излишне потому что видно насколько большой расход одного из них он просто стоял на моем макияжном столе и каждый раз когда я или наносила свой уход или красилась я всегда им пользовалась и потом еще забрасывала свою сумочку и везде брала его с собой и тот который посветлее он идет с пчелиным ядом и немного покалывает губы как мне кажется кровь к ним лучше приливает и они кажутся более наполненными но это понятное дело не долговременный эффект и не накопительный но то что с ними губы выглядят очень аппетитными очень ухоженными это факт и мне так полюбился вот этот с чили ну чё понятно мне кажется он у меня здесь буквально на дне еще на несколько раз и все я еще достану ограничитель и допользую его до конца потому что это очень классное уходовое средство в первую очередь и также очень часто я наносила его поверх какого-то карандаша и у меня получался эффект лаковой помады очень красиво блестят и эффект увлажнения сохраняется довольно долго после использования вот этих блесков я обязательно побегу за новым как-то давно были у меня румяна от марки tom ford в оттенке love last и я их использовала до самого дна до самого конца и все грозилось купить новые но я решила что у меня есть один бюджетный аналог и меня настолько устроили те средства которые стоят недорого но на коже выглядят точно также от марки belle это оттеночек 01 golden peach из линейки fresh blush это очень мягкие румяна которые также не пятнят так плавно наносится на кожу и это настоящий персик золотистым переливом вот как называется то и получаешь не эти румяна очень понравились меня не смущает то что здесь нет зеркала мы не переплачиваем за упаковку но главное то что на лице моментально появляется такой свежачок летний фреш очень универсальное средство о котором я не рассказывала ждала когда она уже поступит в продажу некоторые новинки я получаю чуть раньше и когда они уже доступны я могу поделиться с вами своим мнением это гель от марки everline составе 99 процентов натурального сока алоэ вера это средство можно использовать после загара для того чтобы восстановить кожу для того чтобы увлажнить ее также я очень часто наношу такое средство под тканевые маски под линяные маски под какие-то очищающие маски чтобы не так сильно пересушивать кожу чтобы она была более спокойной и также на какие-то укусы также после бритья вы спрашиваете про эпиляцию я пользуюсь самой обычной бритвой и когда утром побреешь ноги то не хочется пользоваться каким-то плотным бальзамом этот гель очень быстро впитывается с одной стороны но при этом он работает на увлажнение такой приятный освежающий аромат супер классное средство также можно использовать на руки на волосы на сухие на влажные под масла то есть перед нанесением масел на волосы вы наносите такой так скажем проводник увлажнитель и вот польские волосоманьячки как они себя называют показали мне такой интересный способ использования масел и я наконец-то поняла в чем же суть и почему ранее масла на мне не работали очень классная доступная полезная и универсальная вещь в косметическом хозяйстве если вы на моем канале не впервые то вы знаете мою любовь к таким пыльно-розовым холодным оттенком помад не только но чаще всего я выбираю помады приблизительно в таком цвете потемнее посветлее менее розовые более розовые но все приблизительно в этой теме в конце прошлого года я рассказывала о помаде от марки нарс она такая конкретно поюзанная это матовая помада в оттенке bucara я нашла такой аналог и он стоит копейки это карандаш от марки бьюти бомб в оттенке 03 я теперь смогу использовать его в дуэте с этой помадой или в качестве самостоятельного средства как сегодня я очертила им контур губ и полностью закрасила их это гелевый карандаш который так приятно наносится легкий по своей текстуре он очень кремовый он плавно наносится он хорошо тушуется и он застывает и держится не хуже любой матовой помады и также мне приглянулся второй оттенок это такой холодный даже немножко лиловый но все же нюдовый оттенок который прекрасно сочетается со множеством моих нюдовых помад и вот раз поругала бьюти бомба раз сильно похвалила а теперь у нас тот случай когда бюджетный аналог мне понравился гораздо больше у меня есть палетка у турбан дикей которая называется черри и честно говоря вот сначала я пыталась ею пользоваться а потом все реже и реже это происходило по той причине что эта палетка вообще-то лучше по качеству чем предыдущие но она осыпается с ней у меня получались такие однотипные макияжи вот каждый раз прям четко с розовинкой и этим тени очень часто делали меня заплаканной и вот честно мне сложно объяснить как такое возможно но с тенями эволайн такой ситуации нет мало того при помощи теней от эволайн я могу сделать как повседневный макияж так и полный гламур с какими-то действительно такими яркими акцентами в виде вишневого цвета в виде красноватого или более теплый оттенок эта палетка действительно достойна вашего внимания потому что вот она называется рубиновый гламур так оно и есть это палетка создана для таких гламурных очень изысканных нежных или секси макияже тут уже смотрите сами что вы хотите себе нарисовать но я вам говорю что эти тени очень мягкие эти тени классно тушуются у них классная пигментация лично у меня нет никаких нареканий и замечаний к этой палетке она полностью оправдала все мои ожидания здесь приятнейшие матовые тени которые очень просто наносятся и тушуются и также такие классные сияющие которые можно смешивать между собой или наносить отдельно есть все нужные переходные оттенки также можно сделать персиковый макияж при желании или какой-то такой самый-самый базовый просто с высветлением с затемнением и так далее если вам интересно посмотреть более подробный обзор то также оставлю вам ссылочку внизу и я также должна вам сказать что я планирую расхламление косметики и это я оставлю а с этой палеткой попрощаюсь эти хайлайтеры уже давненько у меня это бренд golden rose и когда весь польскоязычный youtube так и кричал что эта палетка нужна всем и каждому я как-то так нажала на стоп и думаю я пережду этот хайп эту волну и только потом отправилась в магазин и потом купила и думаю и чего ты блин ждала это классные средства которые не то чтобы отрабатывают каждую копейку они могли бы посоперничать реально с люксовыми средствами и чаще всего я беру кисточку тюнь 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 наношу прям все оттенки потому что каждый из них вот дает какой-то такой красивый неповторимый перелив по отдельности или вместе это запеченные хайлайтеры один более розовый второй такой ванильный скажем так а третий вот не хочется называть его бронзером потому что от бронзы здесь не так-то и много когда смешиваешь все три вместе то получается какой-то такой универсальный цвет посмотрите как красиво они сияют я видела что вика показывала хайлайтер от ламель он мне тоже очень нужен и я думаю что это будет более доступный вариант по цене но мне было интересно попробовать именно эту палетку эти хайлайтеры очень яркие очень сияющие господи я сейчас посмотрела на свои руки я покусана с каждой стороны но мы боремся с этим моя собака моя наша собака моя любимица вот так вот приветствуют меня короче говоря хайлайтеры дают такое свечение что просто вот знаете можно наносить чтобы не потеряться в темноте очень очень крутые очень классно держатся можно наслаивать добавлять добавлять до невозможности до какого-то запредельного эффекта мне понравилась эта палетка если у вас представлен бренд golden rose если вы ищите не один хайлайтер а сразу несколько на все случаи жизни с разными подтонами это это вот то что вам придется по вкусу есть у меня вот такая кисть которая сто лет в обед это марка sensation она с одной стороны скошенная тоненькая а со второй вот такая пружинка и я ее использую для того чтобы прокрасить брови чтобы их прочесать уложить как мне нужно и также я спокойно могу нанести как тени так и помаду что мне там вздумается она конечно супер удобная и вот эту часть можно также использовать для гелевой подводки например я нашла более бюджетную альтернативу от марки relui это белорусский бренд и это такая же кисточка тоже синтетический ворс она компактненькая она рисует такую аккуратную стрелку также я чаще всего использую ее для помады для бровей поэтому приходится ее мыть каждый день и она до сих пор еще не потеряла свою форму ни одна волосинка из нее не вылезла и со второй стороны моя самая любимая пружинка но вот не могу я без вот этой части и когда в карандаше она отсутствует меня это прямо раздражает потому что приходится искать еще что-то а так у нас двойная кисточка бровки чик-чик-чик и оформила сама того не планируя я нашла аналог гелю для бровей от марки lancome и он еще более простой в использовании но вы мне писали что не у всех сложилась с ним дружба кстати я купила его всего за полцены когда у нас были скидки как и многое из этого видео поэтому он обошелся мне вообще супер бюджетно это марка nyx их вот такой прозрачный гель для бровей в белой упаковке и девочки писали что когда вы наносите их на брови у вас остается белый налет я ничего такого не заметила и тут у меня вопрос возможно вам попался такой экземпляр и изначально гель был белым но я также знаю по себе что например вот этот супер стойкий гель который я обожаю от lancome он уже несколько лет со мной если нанести в большом количестве то тогда он тоже может оставлять такой как бы налет на бровях попробуйте наносить меньше у меня с этим гелем от nyx вообще другая история то есть я прокрасила брови и они вот держатся как прибиты на месте с утра и до вечера пока я не решу сама изменить их положение или вообще все смыть очень крутой гель для бровей если вам нужно вот такая фиксация то nyx идет к вам я наверное редко об этом говорю но румяна это одно из моих самых любимых средств косметички если я просто накрашусь без румян то ну вид совершенно другой получается и вот предыдущие румяна они золотистые и не всем нравится вот такой явный отлив на коже то есть это и румяна и хайлайтер даже можно сказать два в одном но если вы ищете максимально универсальный оттенок румян который будет подходить любому типу внешности который будет вот таким люксовым по ощущениям по текстуре потому как он ложится потому как он выглядит на лице румяна которые не подчеркивают текстуру но при этом выглядят такими атласными на коже не супер сияющими но при этом вот знаете такой красивый лоск чтобы был на лице это румяна от марки эвелайн я снимала отдельный обзор но я просто не могла не включить их в этот ролик так как мне они очень понравились давно я не испытывала такого наслаждения когда я использовала недорогую косметику но с люксовым эффектом на коже это новые румяна из их линейки fill the blush и оттенок 01 прям нереально красиво и мне очень нравится польский бренд vibo их огромный бронзер для лица и тела его звездный час был в прошлом году но до меня как до жирафа доходят информации я только сейчас его купила у них там есть разные оттенки и также формулы вот например второй он более холодный и матовый я же взяла первый тон сияющий и мне показалось что он более мягкий более рыхлый и более теплый но если сравнить его например с беккой которую я нежно люблю это тоже сияющий бронзер но это не какие-то блестяшки на лице это умеренное свечение которое смотрится более как бы естественно да вот наша кожа переливается когда она чуть-чуть потеет там ну живет своей жизнью вот поэтому мне нравятся средства которые напоминают реальность вот у него очень такая нежная мягкая текстура он хорошо пигментирован и если набираете его кистью то стряхните для того чтобы слишком много не нанести на лицо и чтобы это все не полетело вниз то есть товарищ у нас пылит но здесь такой большой формат что хватит на пол жизни очень красивый очень удачный и теперь можно сказать что у меня есть более темный вариант моего любимого бронзера от марки becca если же вы супер светлая девушка и ищите наоборот такой нежный бронзер теплый но все еще сияющий или же вам нравится такой эффект слегка поцелованной солнцем кожи то есть чтобы бронзер вот был так чуть-чуть то вам может подойти такой нежный бронзер он такой мягкий я активно им пользовалась зимой и это марка wet and wild и он более светлый чем например becca несколько слов о моей любимой туши это также бюджетная находка но несмотря на все туши которые у меня есть и люксовые в том числе чаще всего я пользуюсь этой потому что она настолько круто разделяет реснички она как бы их подхватывает очень классно вытягивает делает ресницы черными фиксирует их на месте она очень стойкая она не отпечатывается не осыпается не размазывается и здесь супер удобная щеточка силиконовая вот таким маленьким бочонком такой тушью мне удобнее всего прокрашивать ресницы сегодня у меня как всегда эта тушь и также во всех влогах я накрашена этой тушью она чудесная очень классная кисть для пудры которую я использую для нанесения увлажняющих тональных основ если мне этого хочется от бренда make up она имеет такую большую площадь то есть нанести тональный крем это буквально там пять движений все готово это конечно не проходит с такими тонами которые нужно усаживать опечатывать хотя при желании и это возможно эта кисть не оставляет каких-то полос она равномерно наносит средства с пудрой я даже не пробовала ее использовать она для меня недостаточно пушистая я люблю такие более объемные кисточки но это имеет такие неколючие ворсинки также она очень хорошо отмывается не развалилась не расклеилась стоит недорого и она у меня из мейкапа и последнее на сегодня это новые помады от марки люкс визаж у них выходит столько новинок что я реально не успеваю все попробовать но эти помады мне так понравились по цветам что мне хочется поскорее поделиться с вами обзором так как я еще не видела никаких отзывов и хочется быть первой огромное спасибо всем брендам кто присылает мне продукцию на обзор очень ценю очень люблю и спасибо за то что вы также цените мое честное мнение я с огромным удовольствием тестирую косметику и делаю обзоры помады помады у нас из линейки мат тату это жидкие матовые помады и люкс визаж уже зарекомендовали себя как знатоки нужных правильных супер крутых оттенков это абсолютно точно если раньше сложно было найти вот такого плана помады какие-то такие уникальные красные или правильные чистые цвета да то сейчас уже такой проблемы нет и вот когда-то я очень рекомендовала помады от марки сифора они у меня есть в четырех оттенках если не в пяти но с удовольствием их покупала это классическая матовая помада и люкс визаж очень постарались и сделали настолько же классные продукты которые сейчас вытеснят помады от марки сифора вот например 103 это полный аналог холодной нюдовой матовой помады от сифоры в оттенке 40 очень красивая меру яркая вчера с ней ходила оттенок 104 такой тоже холодные лиловый типа как номер 13 от сифоры 116 позавчера с ней ходила летняя ягодка малинка в оттенке 113 109 это современный красный но не такой знаете очень холодный который иногда делает нас старше а наоборот цвет который делает нас живее такой вот игривый какой-то даже с самыми базовыми вещами с кроссовками такой красный будет уместным эти жидкие матовые помады это классика в лучшем проявлении то есть у них очень хорошая пигментация у них очень красивые оттенки у них очень приятная текстура то как вы их нанесете зависит только от вас я советую брать небольшое количество и распределять по всем губам она не слишком быстро застывает то есть у вас будет время на то чтобы ровно ее нанести она настолько пигментирована что вам не понадобится карандаш в этом нет необходимости то есть вы сможете сделать четкий контур при помощи самого вот этого средства мне очень понравились те помады и они обязательно остаются моей косметички на этом у меня все не забывайте поставить пальчик вверх если видео вам понравилось вы узнали что-то интересное возможно я познакомила вас с какими-то средствами которые ранее вам не встречались на которые вы не видели обзоры я старалась выбрать что-то или новое или то что пока еще не у всех на суху поэтому буду благодарна за вашу поддержку всех целую обнимаю пока пока до новых встреч уже совсем скоро пока пока